Производство, персонал, экология, охрана труда и промышленная безопасность, социальная сфера. Вот ключевые темы, которых коснулась директора по соцвопросам ОМК Ирина Дружинина в беседе с работниками отдела технического контроля. Она рассказала, что первый квартал этого года комбинат отработал успешно. Объем производства Акатыши увеличен на 14,8% до 1 миллиона тонн. Добиться этого удалось благодаря завершению в прошлом году капитального ремонта обжиговой машины. Хорошие производственные результаты в нынешней непростой ситуации на рынке металла особенно важны. Ведь они позволяют сохранять устойчивость, получать средства, которые компания может направлять на дальнейшее развитие производства и реализацию социальных программ. Все планы всех цехов наших основных были перевыполнены. В январе 2017 года было достигнуто максимальное производство окисленных Акатышей со дня пуска цеха. Это в цехе окамгования и металлизация. В первом квартале 2017 года внедрено 16 рационализаторских предложений. Экономический эффект составил 1,212,000 рублей. ОМК держит высокую планку не только в производстве, но и кадровой политике. Большая часть сотрудников опытные, готовые передавать свои знания профессионалы. Тем не менее, процесс развития персонала постоянно продолжается, развивается и совершенствуется. Только с января по март обучения прошли почти 2000 работников комбината, в том числе и в рамках корпоративных программ «Мастер успеха» и «Эффективный руководитель». Еще одна актуальная тема, которая коснулась на встрече Ирины Викторовны – охрана труда и промышленная безопасность. На ОМК ей уделяется самое пристальное внимание. На рабочих местах проводится мониторинг состояния условий труда и реализуются программы по их улучшению. Выполняется работа по выявлению опасности, оцениваются и устраняются риски воздействия этих опасностей на сотрудников. Однако каждый работник предприятия должен четко осознавать, что неукоснительное соблюдение нормы требований охраны труда и промышленной безопасности – это его личная высокая ответственность, подчеркнула Ирина Викторовна. Рассказывая о развитии социальной сферы, она анонсировала важные мероприятия для работников комбината. Самый ближайший у нас праздник – это День Металлурга, вы знаете. 14 июля у нас будет два торжественных в нашем конференц-зале завода управления, где мы поздравляем, награждаем работников Дню Металлурга. Поэтому в субботу 15-го у нас будут мероприятия на базе отдыха «Металлург», которые мы проводим совместно с правкомом. Оттуда будут организованы автобусы, ну и в 8 часов, как обычно, на стадионе «Промагра» будет концерт. В этом году к нам приезжает Валерия, народная артистка России, да, очень хороший нам подарок сделала управляющая компания. И Максим, певица Максим, которая с мужским именем, да, она тоже любит нашу молодежь, так что я думаю, что концертом вы будете довольны. В сентябре в Велгородской области пройдут выборы губернатора и совета депутатов Староскольского городского округа. Ирина Викторовна рассказала о кандидатах от ОМК. В городской совет депутатов от комбината представлены три кандидата. Из них двое действующих депутатов, это Татьяна Ивановна Карпачева. Также действующий депутат будет кандидатом на этих выборах без укладов Виктор Иванович, главный механик. Хочу вам сказать, что у наших депутатов очень высокий рейтинг. Проводился соцопрос и один из самых высоких процентов доверия и узнаваемости депутата и у Виктора Ивановича, и у Татьяны Ивановны. Ну и третьим кандидатом также буду я. Я впервые иду, как говорится, в совет депутатов, в политику. Но будем стараться достойно представлять комбинат, конечно. В завершении встречи Ирина Дружинина ответила на вопросы, собравшихся, часть из которых взяла на контроль. Впечатлениями от беседы с директором по социальным вопросам ОМК поделилась исполняющая обязанности заместителя начальника отдела технического контроля Ольга Гольцова. Рабочие напрямую могут встречаться с руководством комбината. Мы, конечно, прорабатываем, мы готовимся к этим встречам. С участка у нас поступают вопросы, мы анализируем, выбираем вопросы наиболее актуальные, которые нас волнуют, наших рабочих. И руководство узнает, какие вопросы волнуют, какие проблемы есть у нас. День информирования – важное событие в календаре ОМК. К нему всегда приковано внимание работников различных подразделений комбината, потому что это возможность напрямую задать вопрос руководству, узнать актуальную информацию из жизни предприятия и поделиться своими мнениями и пожеланиями.